Вас приветствует команда VidaPulse. Меня зовут Нина Шевчук, и я являюсь руководителем отдела поддержки пользователей компании BioQuant. И пару организационных моментов в начале. Первый. На вопросы я буду отвечать в конце. Второй. Как меня слышно? От 0 до 5 в чате, пожалуйста, поставьте. Хорошо, спасибо большое. И третий момент. Так как я сегодня и за модератора, и за спикера, пожалуйста, сразу говорю, если у кого-то вдруг пропал звук, просто обновляем страничку. Какие-то технические моменты сегодня вы, пожалуйста, решайтесь сами. Чаще всего обновление вам поможет. Про вопросы же я заметила два вопроса в чате, обязательно на них отвечу, но уже в конце. Давайте приступим. Тема у нас сегодня очень интересная. Мы разбираем с вами два наших дополнительных прибора. Аппаратно-программный комплекс VidaPulse Home, либо домашний, и VidaPulse Oximeter. Значит, то, о чем мы сегодня будем с вами говорить. У нас лекция будет построена в два этапа. Первая – это будет техническая часть. Мы будем разбираться, зачем нужны нам эти два прибора, чем они отличаются между собой, как с ними работать, остановимся на сеансах биологической обратной связи и на синхронизации. Вторая же часть сегодняшнего вебинара будет посвящена индексам VidaPulse Home, по которым можно определить состояние иммунитета. Почему именно на этом? Потому что, напоминаю, апрель у нас, тема иммунитет. Итак, АПК VidaPulse Oximeter. Значит, этот прибор позиционируется как прибор для оценки уровня стресса и проведения сеансов расслабления сердца. То есть, да, в нем тоже есть синхронизация, но этот прибор больше как тренажер. Его основные функции – это оценка уровня напряжения в организме, обучение навыкам психофизиологического расслабления и дистантный контроль врача с состоянием напряжения в сердечно-сосудистой системе пациента. Как же работать с этим прибором? Мы заходим с вами на сайт VidaPulse.ru, на страничку техподдержка. Там есть, то есть все вы знакомы, VidaPulse профессионал первой строки идет, во втором абзаце идет VidaPulse Oximeter и ниже VidaPulse Home. Значит, вот мы нажимаем на VidaPulse Oximeter, у нас загружается программа, мы ее устанавливаем, следуя мастеру установки, и у нас программа будет установлена. Значит, подключаем сам VidaPulse Oximeter к компьютеру, то есть обратите внимание, Oximeter имеет USB-вход, и именно с помощью этого USB-порта, USB-входа, он подсоединяется к компьютеру. Значит, заводим карточку пациента и проводим обследование. Обследование мы проводим через прищепку, которая прицепляется к мочке уха. Здесь мы рекомендуем прицеплять ее на левое ухо, так как сигнал идет на левом ухе лучше. Делаем 5-минутную запись. И дальше два варианта. Либо мы проводим сеанс кардио-биоуправления, либо отправляем данные врачу. Но еще раз говорю о том, что все-таки лучше здесь тренироваться на этом приборе. Значит, и в продолжении этого как раз поговорим о сеансах биоуправления. Когда мы нажимаем с вами «Начать новое обследование», у нас выходит окошко, которое нам предлагает выбрать тип обследования. Либо провести сеанс мониторинга, либо сеанс биоуправления, либо сеанс игрового биоуправления. Значит, сеансы биоуправления, они направлены на то, чтобы достичь максимального расслабления и тем самым снизить частоту сердечных сокращений. То есть это упражнение для того, чтобы вы научились, ваши клиенты научились расслабляться. При нажатии на кнопку «Сеанс биоуправления» вначале мы видим вот такую картинку. То есть это у нас идет регистрация сигнала. То есть мы нажимаем «Начать запись» и потом в течение 15 секунд идет регистрация сигнала и затем открывается следующее окно. Много выглядит следующим образом. У нас с левой стороны появляется розочка, и с правой стороны у нас такой своеобразный стакан. Значит, если мы посмотрим внимательно, вот здесь есть ярко-синяя полоса. Это среднее значение CSS, которое было вычислено за счет вот этой записи. Далее вот этот уровень голубенький, такая своеобразная стакан воды, вот именно уровень воды, он будет зависеть от того, как вы работаете со своим сердцем. При увеличении длительности сердечного цикла уровень будет расти, а при сокращении снижаться. Снижение уровня свидетельствует о мобилизации, то есть о напряжении, а увеличение уровня будет говорить о том, что вы все-таки добились релаксации. Значит, то есть наша задача, чтобы вот этот уровень был близок к голубой линии, либо слегка чуть повыше, то есть чем больше вы расслабитесь, тем выше будет уровень воды. Это если мы смотрим на правую картинку. На левой же стороне мы будем видеть, что при росте внутреннего напряжения будет бутончик сворачиваться. Если же вы будете расслабляться, то тогда розочка будет распускаться. Задача – распустить как можно больше розочек. Вот здесь вверху будет считаться такой, это счетчик тех розочек, которых вы распускаете. Рекомендуется распускать не менее 10 розочек на легком режиме в течение 3 минут. То есть, соответственно, на других уровнях то же самое. Следующий момент – сеанс игрового биоуправления. Задача та же самая – нужно научиться расслабляться. Значит, когда мы выбираем сеанс игрового биоуправления, у нас также появляется сначала регистрация сигнала. Мы нажимаем «Начать запись», и у нас пошел регистрироваться сигнал. 15 секунд, в течение, после 15 секунд у нас откроется окно. Мы прям как в компьютерную игру с вами попадаем. И после этого окошка открывается вот такая картинка. Значит, здесь прямо название вилогонки, название, что это компьютерный кардиотренажер. Мы здесь можем выбрать маршрут, то есть это может быть либо город, либо горы. Можем поменять цвет персонажа самого человечка, можем поменять цвет велосипеда. После того, как мы настроились, мы нажимаем «Старт». После того, как мы нажали «Старт», у нас откроется вот такой вид, и мы будем видеть двух человечков. Значит, человечек в том цвете, которого вы себе выберете, в данном случае, вот он, да, зелененький, это будете вы. Второй человечек – это ваше сердце. То обследование, которое было снято вначале, вы будете соревноваться, по сути, с теми показателями, которые были до этого. Значит, задача та же самая – достижение максимального расслабления и снижение частоты сердечных сокращений. Если вы будете напрягаться, да, если будет напряжение, то тогда будет увеличиваться ЧСС, и скорость движения будет уменьшаться, ваш соперник начнет лидировать. Если же вы расслабляетесь, ваше сердце, ваши ЧСС начинают снижаться, ваша скорость увеличивается. Вот здесь на картинке можно будет увидеть частоту сердечных сокращений, циферка, также представлен маршрут в две точки, где красным цветом обозначены вы, белым ваш соперник, и скорость вашего движения. Переходим к следующему нашему прибору. Видопульс Home, либо видопульс домашний. Сразу скажу, что задают вопрос, а Home – это то же самое, что онлайн? Да, это то же самое. Мы проводим ребрендинг этого прибора, так как прибор действительно является таким домашним помощником, мы решили, что название онлайн не совсем отображает его назначение, поэтому прибор сейчас усовершенствуется и меняет свое название. Значит, для чего же это нужен? Это комплекс для дистантного контроля за состоянием пациента, то есть его мы рекомендуем именно, если вы хотите контролировать ваших пациентов. Функции. Дистантный контроль функционального состояния пациента, контроль пациентам самим своего состояния, то есть он может посмотреть уровень стресса и свой адаптационный потенциал. Также с помощью этого прибора вы можете формировать индивидуальные программы реабилитации, которые вы делаете на видопульс профессионал. И также человек обучается навыкам психофизиологического расслабления. Чем же отличаются эти два прибора? Вот посмотрите на картинке. Видопульс ХОМ – метод записи ритма сердца – кардиоинтервалография. У видопульс Оксиметр – метод записи – пульсометрия. И несмотря на то, что в обоих случаях используется один метод анализа, то есть вариабельность ритма сердца, полученные результаты имеют отличие. А отличие они имеют, потому что, смотрите, с помощью кардиоинтервалографии происходит регистрация непосредственно электрического сигнала, с помощью которого регуляторные механизмы задают ритм сердца. С помощью пульсометрии же регистрируется уже следствие – пульсовая волна. Вернее, даже не сама волна, а ее отголоски в мелких сосудах. В случае, когда датчик надет на ухо. На первоначальный импульс движение крови, заданное сердцем, оказывает влияние тонус сосудов пациента, и в первоначальный сигнал уже вносится искажение. Это понятно? Давайте немножко пообщаемся в чате. Разницу между кардиоинтервалографией и пульсометрией. Жду ответа в чате. Отлично. Всем понятно? Значит, все идет хорошо. Итак, главный вывод, который можно из этого сделать. Если вы… Так, одному человеку у нас непонятно. Галина, я тогда вам потом лично вышлю эту картинку. Значит, главный вывод из того, о чем мы сейчас говорили. Если вы хотите наблюдать за своим клиентом, контролировать работу систем его регуляции, на основании этого анализа, диагностики, вносить коррективы в ваше назначение из расширения видопульс-профессионал, то вам нужен именно АПК-видопульс домашний, именно с ЭКГ-сигналом, потому что он точнее, чем пульсовая волна. Если же вы хотите дать вашим клиентам эффективный кардиотренажер с биологической обратной связью, для того, чтобы он мог оценить уровень стресса и проводить сеансы, работать со своим сердцем, то тогда для этого вам подойдет видопульс-оксиметр с пульсометрией. По интерфейсам приборов. В видопульсе HOME у нас есть кардиоинтервалография, та самая вкладочка, которая для нас всем известна, где есть ЭКГ, кардиоинтервалограмма и скатерограмма. Также в HOME входят индексы, статистика, атлас и музыка сердца. Конечно же, синхронизация. Синхронизация. Я иногда забываю взять мышку, показывать. Значит, и видопульс-оксиметр. Вкладка пульсометрии. И индексы. Синхронизация. Все, больше в оксиметрии никаких вкладок нет. Теперь давайте остановимся еще на техническом моменте, который часто возникает вопросом. Это синхронизация. Как же она работает? Вы даете прибор вашему пациенту. Он у себя также заходит на сайт, устанавливает программу. У него появится и релучок его собственный. Он заполняет у себя карточку, проводит обследование. И для того, чтобы отправить доктору, заходит во вкладку синхронизация, вводит свой адрес электронной почты и адрес электронной почты вас, то есть своего доктора. После этого нажимает отправить обследование на сервер. И у нас потом появляется такая обработка этого процесса, когда мы видим ок, ок, значит все хорошо, все передалось. Так, где-то тут был вопрос. Вот. Вопрос. При апробации этого прибора я столкнулась с таким фактом, что при приеме данных не всегда сервера приходят запрашиваемые данные. С чем может быть это связано? Если вы имеете в виду, данные не передаются в возраст, рост, вес, то есть именно такие личные данные человека, так и должно быть. Потому что по закону о защите персональных данных мы не имеем права передавать данную информацию через любые интернет-трафики. То есть вот эта информация, она и не передается. Если вы имеете в виду, что вот этот процесс не происходит, а данное обследование именно не уходит в само обследование или не передается. Пока Раиса пишет, я отвечу, когда может не уходить. Если есть ошибка в электронных адресах. Вы там на циферку, на буковку ошиблись, точечку не поставили, и тогда будет ошибка. Вот вам, значит, пациент отправил. Что делаете вы? Вы как доктор. Вы либо находите карточку этого пациента у вас, если он у вас уже был на приеме. Если он еще не был у вас на приеме, вы тогда как раз создаете карточку новую. Заводите, да, ну, Раиса, скорее всего, ошибка именно в написании электронных адресов. Значит, вы заводите карточку, указываете все обязательные поля, и обратите внимание, поле e-mail в карточке, вот здесь нужно заполнить электронный адрес этого пациента. Именно тот, с которого он будет вам отправлять. Заходите во вкладку синхронизация. Здесь будет ваш уже адрес. Если вы хоть раз отправите, и нажмете кнопочку сохранить, она находится вот здесь, чуть-чуть подальше, у вас он будет отображаться во всех карточках, и нажимаете проверить данные пациента на сервере. У вас загрузится новое обследование. Вот на электронных адресах хотела бы остановиться. На вашу почту и на почту пациента ничего приходить не будет. То есть это идет через сервис. Это никак не касается самих почтовых сервисов. Это просто то, как вы отправляете. Это ваше написание, чтобы сервер понимал, от кого кому. Следующее. То есть вы нажали проверить. Вот. Что у вас получается? Вы у себя в этой карточке увидите обследование. У него будет значок New с зеленой стрелочкой. И это будет новое обследование. Вы заходите в результаты ВРС, если необходимо редактировать артефакты, если ваш клиент этого не может делать. Смотрите все диагностические вкладки, заходите в заключение, формируете заключение для человека индивидуально. Можете что-то приписать, но это уже в том процессе, когда вы обучаетесь на профессионале, для вас это уже знакомо. Заходите во вкладку синхронизация и нажимаете отправить обследование на сервер. Увидели ОК, значит все ушло. Что делает пациент? Пациент заходит в свою карточку, в синхронизации нажимает «Принять обследование от доктора», увидел ОК, и вот ему тоже загрузилось новое обследование. Он открывает вкладку «Заключение», и во вкладке «Заключение» будет отображаться все, что вы ему порекомендовали. Раиса, не факт, что ошибка только в вашем электронном адресе, факт, что может быть ошибка в написании его электронного адреса. Так, вот на этом я бы хотела остановиться по техническим частям данных приборов. И мы будем переходить к с вами ко второму. Второй части нашего вебинара. Так, единственное, я вот хотела ответить сразу, тогда был вопрос технического тоже характера. «Датчики чувствительного движения испытуемого, чуть шевельнется, и уже кривые на экране». Особенность метода прибора. К сожалению, вот я не вижу вашего имени, видимо, вы когда заходили, не написали его. Значит, это особенность любого прибора, который снимает какие-либо показания. То есть мы во всех справках, во всем своем обучении всегда говорим, что человеку нужно 5 минут спокойно посидеть. Да, если человек будет шевелиться, конечно, будет отражаться это на записи. Есть еще вопросы технического характера? Так, хорошо. Если что-то созреет, тогда отвечу уже в конце. Мы переходим ко второй части про индексы. Про индексы. Существует целая цепь событий, которые прямо или косвенно свидетельствуют об изменениях иммунного состояния. И это можно отчетливо проследить по интегральным индексам видопульса HOME, либо видопульса домашний. Почему я называю либо HOME, либо домашний? Потому что HOME – это название, которое используется за рубежом, домашний – это вот наш обычный, простой российский, российская территория. Значит, интегральные индексы, которые нам об этом свидетельствуют, это индекс морфо-функционального состояния, индекс стрессового напряжения и индекс цена адаптации. Мы сейчас более подробно на них и остановимся. Начнем с индекса морфо-функционального состояния. В алгоритме этого индекса лежит несколько материнских индексов. Среди них – это общая мощность спектра, интегральное напряжение и длительность сердечного цикла. Взаимодействие между ними указывает на текущее иммунное состояние. То есть этот индекс нам говорит о том, в каком состоянии сейчас мы находимся. Норма этого индекса – от 85%. При иммунопатологических состояниях, то есть при воспалительных процессах, этот индекс значительно начинает снижаться до 60-55%. И чем выше температурная реакция у человека, то есть чем выше у него температура, тем ниже будет опускаться этот индекс. Показатель ниже 50 указывает уже о том, что начинается острая фаза заболевания. То есть по этому индексу вы оцениваете тяжесть состояния и как врачи уже можете наблюдать динамику. Если у нас хронические иммунопатологические состояния, то есть хронический тонзелит, аденоид и тому подобное, то в период ремиссии условного выздоровления индекс должен находиться в верхнем коридоре шкалы в районе 75%. В период хронического именно уже обострения, в зависимости от степени тяжести, индекс будет снижаться. Чем сильнее степень, тем он ниже. У людей с хронической температурой, интоксикацией, туберкулез, хронической пневмонии и так далее, индекс будет в районе 50%, ну там плюс-минус для молодого человека, и если организм взрослый, то в диапазоне 25%. У нас были такие наблюдения, когда мы наблюдали несколько человек, то у людей с ВИЧ-инфекцией индекс морфо-функционального состояния был ниже 25%. Следующий индекс – это индекс стрессового напряжения. Уровень напряжения в сердце, так он называется, у нас видопульс ХОМ. Этот индекс чувствителен к степени тяжести интоксикации и четко отражает динамику состояния в период остроты процесса. Норма этого индекса 60-150, но не выше 200. То есть это вариант широкой нормы. И вот когда он как раз находится в варианте широкой нормы от 120 до 190, этот индекс указывает на то, что есть легкое напряжение систем регуляции, и это, скорее всего, связано с текущей деятельностью человека. Но если у нас человек начинает болеть, его индекс возрастет до 750 и выше. Индекс стрессового напряжения нам сразу отразит очень сильное напряжение систем регуляции, которые пытаются в данный момент справиться с этой болезнью. И чем выше степень интоксикации организма, тем будет выше частота сердечных сокращений, и тем выше будет подниматься индекс напряжения. То есть запомните, индекс стрессового напряжения чувствителен к степени интоксикации. И вот когда мы увидели вот такую вот картинку, то есть мы видим, что индекс высокий, может быть несколько сценариев. Развитие событий. Значит, первый сценарий, благоприятный такой. Вот сейчас перед вами график. На этом графике мы с вами видим динамику этапа болезни, вот первые там 7 дней. И мы с вами видим, что там в первый день индекс стрессового напряжения был 750, дальше 650, и вот он дальше пошел на понижение. То есть как это происходит, как мы это видим? Ваш пациент вам присылает обследование каждый день, там в тяжелых ситуациях можно даже по два раза на дню. Вы наблюдаете эту динамику, да, вот вы заметили вот это. В процессе лечения индекс снижается, и это говорит о том, что у организма есть ресурсы, и он лечит человека, все нормально. Второй сценарий – это возвратный, ремитирующий. Посмотрите, мы смотрим, вот было 750, 650, 550, вроде бы снижение, вроде бы все хорошо, да, потом вот он установился на одном уровне, и опять пошло возрастание. То есть у нас вот здесь мы видим такое вот прям корыто. Такая динамика может отражать два состояния человека. Первое. У человека на фоне одной и той же инфекции произошел срыв адаптации. Такое присуще астеническому состоянию с малым количеством энергетических ресурсов. Это важный признак того, что начинается процесс осложнений. Второй момент такого же сценария – значит, суперинфекция. И здесь тоже может быть два момента. На имеющуюся инфекцию накладывается дополнительная иммунодепрессия, и она достигла уже такого уровня, когда собственная иммунопатологическая инфекция стала патогенной. То есть вот там наши, допустим, бактерии, которые у нас там во рту, да, вот они же, у нас все хорошо, но когда у нас становится иммунодепрессия, они могут стать патогенными и стать опасными для нас. И второй момент – если человек подхватил другой вид инфекции, у него было там ОРЗ, добавился риновирус, или там у него ангина появилась. Такой сценарий характерен для людей с пустотой энергии. Кстати, о пустоте энергии Олег Викторович у нас будет рассказывать на своем вебинаре по аюрведой и традиционной китайской медицины, который состоится 30-го числа. Если кому интересно, зайдите в наше расписание, посмотрите. Продолжаем про индекс стресса. Третий сценарий – когда мы смотрим, а индекс у нас почти не меняется, и почти вот прямая линия, ничего не происходит. Здесь две причины. Либо человек не исполняет ваши рекомендации, либо то, что вы назначили, этого недостаточно. Нужно посмотреть, подкорректировать рекомендации. Вот это три классических примера, то есть три классических ситуации, которые могут быть. Конечно, могут и другие быть варианты, но вот это то, с чем чаще всего мы с вами сталкиваемся. Дальше мы будем с вами говорить, продолжать про индекс стрессового напряжения, но уже об этапе выздоровления. То есть мы с вами говорили именно, когда идет речь о том, что человек болеет, именно процесс болезни, а это уже процесс, когда он выздоравливает. То есть после выздоровления, вот наступает этот этап, прибор может отследить очень важные, очень важные моменты этого этапа. То есть здесь тоже может быть несколько сценариев. Благоприятный сценарий – это мы видим, что до болезни у человека индекс был 150, и после болезни он у него вернулся до исходного значения. Это говорит о том, что организм полностью справился, и без остаточных явлений все у него хорошо, он может спокойно идти и трудиться, заниматься своей деятельностью. Если же мы видим вот такую картину, у нас было 150, а в дальнейшем мы опять видим, что индекс там вот 250 выше, и где-то вот в этом районе вот он колеблется. Не вернулся он на изначальные свои позиции, и он показывал все равно выше, чем был до болезни. Это говорит о том, что иммунопатологический процесс в организме продолжает развиваться на латентном уровне. И хотя внешние признаки прошли, кашель, температура и тому подобное, человек еще болеет, то есть ему еще нельзя особо сильно заниматься нагрузками. Вот этот этап – это этап неполного выздоровления. Интоксикация еще не прошла. В этот период наблюдается остынея энергии человека, вялость, рассеянность, то есть такие все симптомы. Происходит так называемое затяжное выздоровление. И если начать обычную свою деятельность, может привести к очередному срыву адаптации и очень плачевным результатам. Вот смотрите, один из примеров, что может произойти, вот мы видим, да, вот это с прошлого графика, те же самые наши колонки. Если они идут на понижение, то все нормально. Если же они вот в таком динамике остаются, не снижаются, а человек пошел и начал заниматься. Вот очень хороший пример на детях. Дети у нас, значит, выходят в школу, пошли на физкультуру, и что это нам потом даст? Вот если в таком состоянии выйти, может развиться либо миокардит, либо эндокардит, то есть либо воспаление мышцы сердца, либо воспаление внутренней оболочки сердца. То есть вот сюда у нас уйдет болячка, которую мы недолечили. А потом уже из этого может последовать и мерцательная аритмия. Это, кстати, очень часто случается с женщинами после 40. Ну, в таких ситуациях, конечно же, когда мы видим вот такие вот индексы, которые никак не снижаются, нужно использовать адаптогены, которые повышают сопротивление организма и скорость выздоровления. Следующий наш индекс – это индекс цена адаптации. Этот индекс нам указывает на ресурсы организма, достаточно ли их и как они расходуются. Норма индекса – 30-50%. Во время болезни этот индекс значительно увеличивается. При остаточной интоксикации сценарий неполного выздоровления, вот, который мы с вами разговаривали на предыдущем слайде, он слегка снизится и будет в районе 60-70%. То есть нам этот индекс тоже подскажет, что еще не полностью человек выздоровел. В индивидуальных случаях он может даже вот в районе 50 быть. Если же перед нами полное выздоровление, этот индекс вернется в норму. То есть что можно сказать? Вот индексы прибора очень чувствительны к иммуновоспалительным процессам. И владея в целом информацией о них, вы получаете важные рычаги приведения вашего клиента. Эти два прибора, о которых мы с вами сегодня разговариваем, направлены на то, чтобы дать вам практические инструменты для работы с вашими клиентами. Ну, представьте сами, насколько будет благодарен клиент, который постоянно находится под вашим присмотром. При этом ему не нужно там бежать к вам, когда у него высокая температура, или вам не нужно бежать к нему. Он также, эти приборы могут пригодиться для наблюдения клиентов с хроническими заболеваниями. Хронический пилонефрит, энтероколит, то есть такого плана. Вы, как врач, можете сразу дать посмотреть, и по субдошам посмотреть видопульс профессионал, если вы перенесете, вы сможете дать, распосмотреть и канальную энергетику, и дать уже рекомендации, опираясь на то, что вы видите в профессионале, и назначить и по фито, и по арома, и по диете. То есть дать индивидуальную терапию, которая нужна человеку. Вы просто ему даете прибор в аренду, или там продаете, как вам удобнее, вы там сами это решаете, и постоянно держите руку на пульсе его здоровья. У детей нормы такие же. Единственное, у детей индекс морфо-функционального состояния не рассчитывается, пока мы работаем над этим алгоритмом. Так, модуль динамика. Модуль динамика еще в разработке. То, что я говорила про то, что вы наблюдаете динамику, вы просто просматриваете ежедневно, вот у вас карточки скопились, вы переходите по вкладке индекса с одного обследования на другое, и видите его показатели. У меня на этом была терапевтическая часть закончена, поэтому я жду ваших вопросов. Красная лампочка гаснет когда? Когда сигнал хороший? Так, ну и пока вы пишете свои вопросы, я хочу рассказать о небольшом приятном бонусе для слушателей этого вебинара. Скидка на видопульс домашний, видопульс оксиметр для вас 10% до 23 апреля. И не забывайте, что если вы приобретаете приборы, мы сделаем максимум, чтобы вы могли обучать ваших клиентов пользоваться этими приборами. Для этого мы вас дополнительно обучим. И, конечно же, все гарантийные обязательства, весь технический, техническое сопровождение остается у нас. Отлично. Чтобы кто-то уже купил. Так. Значит, вопрос про ДВС-синдром хронический. Это не относится к тематике иммунитета, поэтому следите за нашими следующими вебинарами. Так. Ну, я вижу, что вопросов больше нет. Тогда спасибо всем за внимание. Надеюсь, этот вебинар был для вас полезен. Не забывайте про предложения, которые бывают очень редко. И если вы хотите им воспользоваться, можете мне написать на электронную почту, чтобы мы везде провели вам эту скидку. Всем спасибо.